Ирина, какие конкурсы игры для волшебного запомнились тебе больше всего? Или нравится тебе больше всего? Ты наверняка больше видела, чем мы все. Вы знаете, я много чего видела, честно вам скажу. Мне нравятся всякие индивидуальные штуки. Вот, пожалуй, самое прикольное, это когда есть индивидуальность. Я уже говорила про это много раз и в 101 раз повторюсь. Мне не нравится, когда это какой-то шаблонный конкурс из свадьбы к свадьбе переходящей. Даже если он там придуман ведущим, ведущий самостоятельно его придумал. Мне нравится, когда делается под ребят, когда берутся какие-то увлечения под ребят и делаются какие-то вопросы, да, составляются под ребят. Когда вопрос создается таким образом, что начинается фраза с чего-то, а закончат даже гости, ну, то есть какие-то такие квестовые штуки. Сейчас передо мной 10 вариантов обручальных колец, которые мы решили разыграть специально для вас. Понимаете, 100 тысяч рублей, девчата. Ну, здесь и 100, и 120, да? Да, есть от 100 до 120-130 тысяч рублей. 130 тысяч рублей, понимаете? Кольцо, которое вы можете выиграть. Ссылочка в описании. Все, что нужно делать в описании будет. Ни пуха, ни пера. Скорее отвечайте к черту. И... И удачи вам. Из активности мне нравится, когда ведущий активничает вместе с гостями, когда он танцует вместе с гостями, когда что-то происходит такое веселенькое. Вот мне такие штуки нравятся. Мне кажется, что это очень здорово заводит гостей, это очень здорово заходит, когда ведущий некий такой свой парень, который и потанцевать может с гостями, и там пообщаться просто вне микрофона. Мне очень нравится, когда мероприятие проходит в таком ключе, когда ведущий не просто, знаете, микрофон поговорил, микрофон убрал, все. Мол, если у меня нет микрофона, значит, я с вами не обязана общаться. Ну, типа такого. Такие ведущие, кстати, есть тоже. И... Это вообще отдельная история. Ведущие, которые начинаются welcome, они проходят мимо гостей, ты подходишь к ведущему и говоришь, подожди, дружок, у тебя гости пришли, ты подойди хотя бы поздоровайся, покажи, где что, расскажи, какой план действий, и так далее. Ведущий говорит, у меня еще не начался рабочий день, знаете ли, у меня, видите, я еще без микрофона, поэтому я не обязана разговаривать с гостями, потому что я без микрофона. Да, такие тоже есть, это не касается конкурсной какой-то программы, это касается в целом проведения. Поэтому мне нравится, когда ведущий свой парень, такой свой человек, который может подойти, пообщаться, даже если это мероприятие какой-то такого высокого уровня, гости какие-то высокопоставленные. Все равно каждому человеку, даже очень высокопоставленный, нравится, когда с ним общаются как с человеком. Это очень важно. И поэтому, когда ведущий подходит, говорит, здравствуйте, добрый день, меня зовут Сергей, Сережа, Илья, неважно, и начинает спрашивать что-то, узнавать, что бы ему хотелось, может быть, что-то вам нравится, или просто общается на какие-то посторонние темы, это очень круто. Мне очень нравится, когда есть какая-то предсвадебная подготовка, когда ведущий, это тоже стало очень популярно у многих ведущих, когда ведущие просят молодоженов создать чат, потом молодожены из этого чата уходят, и ведущий остается наедине со всеми гостями вечера, с друзьями, иногда и родители, и говорит, ребят, давайте мы с вами до свадьбы сделаем вот такую тему. И либо они видео какое-то снимают забавное, либо они придумывают какой-то интерактив на свадьбу, который они будут использовать. Мне очень нравится, когда это таким образом, потому что это очень индивидуальное мероприятие получается, и все очень его ждут, и это проходит на одном дыхании, это очень круто.